Добрый день! Вы смотрите программу «Пятничный гость» в студии открытого канала Александра Найденова. Сегодня мы поговорим на очень важную тему – помощь у онкобольным. У нас в студии Наталья Биюн, учредитель и член правления Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями жизни, и еще один учредитель, а также врач-хирург-онколог высшей квалификации, доктор медицинских наук, профессор Владислав Бурсуков. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что стало отправной точкой вашей деятельности? Как зародилась вообще эта организация? Ну, так случилось, так сказать, несчастье в моей жизни. Я заболела онкологией. И пройдя весь этот путь, я поняла, что у нас в России очень тяжело болеть, а болеть онкологией – это 10 раз тяжелее, потому что у нас нет помощи, нет психологической помощи. И пройдя весь этот путь, я решила создать организацию и помогать больным. В эту организацию вхожу я, так как я перенесла все это на себе. Доктор наш, уважаемый хирург, который меня оперировал и который вытащил с того света. И мой сын. Три человека. Я, кто прошел это все. Мой сын со стороны родственников, который знает, как это все перенести, как это тяжело. И доктор уже с такой стороны медицинской, который знает, как это лечить. Вот так и состоялась эта организация. А какие меры планируете предпринимать? Как будет помогать онкобольным? Ну, мы уже помогаем. У нас есть и юридическая, и психологическая помощь. Такая бесплатная мы оказываем. Сейчас идет сбор денег на приобретение в Саратовской области ПЭТа. А что это такое? Расскажите, пожалуйста. Это один из новейших методов диагностики онкологических заболеваний у пациентов, которые перенесли или имеют этот заболевание. Этот метод позволяет определить очаги злокачественного процесса во всем организме. То есть, может человека в этот аппарат залезть и целиком понять, где что-то плохое? Совершенно верно. То есть, исследуется весь организм в целом, смотрится и костная ткань, и мышечная ткань, и все органы системы на предмет выявления как первичного очага злокачественного поражения, так и отдаленных его отсевов, то есть метастатических очагов. Таким образом, вот такая диагностика, она позволяет, во-первых, своевременно поставить диагноз, и в дальнейшем прогностически очень важно отследить, возникает ли рецидив заболевания, возникает ли продолженный рост. Это, в свою очередь, нам и подсказывает в дальнейших этапах лечения. То есть, мы определяемся по этим показаниям, ну, конечно, не только на основании одного ПЭТКТ, хотя это, безусловно, очень современный, самый из новейших методов диагностики этого заболевания. И на основании основных, рутинных методов мы можем, так сказать, определить стадию заболевания, назначить правильное лечение в зависимости от стадии заболевания. В свою очередь, прежде всего, конечно, основная задача – выявить опухоль на ранней стадии заболевания. От этого зависит и успех, так сказать, и победа в лечении над этим заболеванием. А сейчас есть в Саратове такое оборудование? К сожалению, нет. Есть в ближайших регионах, есть в Тамбове, ну, естественно, города-миллионники – это столица Москва и Санкт-Петербург. Ну, и еще ряд, так сказать, крупных городов в Саратове, к сожалению, нет. Хотя я хочу сказать, что количество пациентов, которые страдают, к сожалению, в Саратове и в нашей области, безусловно, растет из года в год. Поэтому мы ставим перед собой задачу – собрать деньги, приобрести для Саратовской области. Совершенно верно. Этот аппарат. А если не секрет, насколько это успешно продвигается? Сколько еще потребуется денег? Это не очень успешно продвигается, но продвигается. Тем не менее, Наталья Викторовна – это тот человек, который, так сказать, двигатель всего хорошего, доброго дела, который направлен на оказание медицинской помощи онкологическим больным. И, безусловно, это направление нужно продвигать и приобретать это оборудование. Вы упоминали о психологической помощи. То есть, уже сейчас онкобольные обращаются в вашу организацию за этим? Да, обращаются. А в прошлом году у нас даже в железнодорожной больнице приходили психологи и прямо там в палатах беседовали, кто хотел беседовал с больными. Они оказывают качественную психологическую помощь, потому что пациент, страдающий, да просто даже имеющий обычное заболевание, говоря уже об онкологическом, безусловно, страдает и психологически, и физически. Поэтому оказание грамотной квалифицированной помощи – это большое дело в лечении пациента. У нас дело в том, что в России почему-то считается, если тебе поставили диагноз «онкология», то это приговор. Это далеко не так. Может быть, мне это… Я перенесла, может быть, это легче, потому что я… Я 15 лет прожила в Италии, и там отношение к онкологии совершенно другое. И у меня много знакомых в Италии, кто перенес заболевание. Сейчас спокойно себе… Женщины даже рожают после перенесенного заболевания. То есть у меня немножко был, конечно, другой настрой. А видя женщин, с которыми я лежала в палате, это тяжело на них смотреть. То есть люди ставят на себя крест, не хотят вообще дальше. Не то что жить, они думают, что это все. Как вы думаете, в нашей стране реально перебороть такое отношение, и что нужно для этого делать? Да, это реально. Поэтому вот тоже одна из задач своей организации – я стараюсь объединить людей, которые выздоровели, которые сейчас ведут активный образ жизни. И этим примером показывать больным, кто люди заболели, что это возможно, что люди болели, выздоровели и ведут нормальный образ жизни абсолютно. Нет никаких ограничений. Да, есть ограничения, нельзя загорать, но я думаю, что без этого можно обойтись. А все остальное – работа, семья, все то же самое. То есть не социально, не должны пострадать ни физически, ни психологически. Должны чувствовать себя адекватно и комфортно в обществе. У нас еще почему-то в России я столкнулась с такой проблемой, что стыдно говорить диагноз «онкология». Я не понимаю, почему это стыдно. Это для меня секрет. Я уже со многими людьми встречаюсь, и они, не дай бог, родственники знают, не дай бог, друзья. Это скрывают, от своих же детей скрывают. При заболевании таком очень нужна поддержка, особенно поддержка семьи. Это очень важно. Я знаю, что у вас в планах, в мечтах есть открыть хоспис. Можете рассказать об этом подробнее? Да. Я так как и сама болела, и видела, как уходили люди. И, к сожалению, уход людей у нас, особенно онкологически больных, сопряжено с болями. С массами трудностей. Да, с болями. Люди уходят озлобленные. Этого не должно быть. И я считаю, что нужно открыть хоспис. Да, у нас в Саратове есть хосписы. Но в моем представлении хоспис это немножко другое. Во-первых, все наши хосписы находятся на территории больницы. Это совсем не то. А почему? Это не больница. Хоспис – это не больница. А что такое? Как вы видите именно это учреждение? Смотрите, во-первых, хоспис должен быть, я так считаю, и мировая практика это показывает, что он все-таки должен быть где-то, скажем так, в парковой зоне, в лесной зоне. Это должно быть максимально приближено к домашней атмосфере. То есть это не в первую очередь лечебное учреждение, это в первую очередь социальное. Я считаю, и мировая практика это показывает, что в некоторых хосписах даже разрешено своих питомцев приводить. То есть человек, который уходит, ему очень важно, чтобы с ним был до конца. Привык к одному уровню жизни. Здесь все резко поменялось. Смотрите, у наших хосписов на территории больницы туда закрывается доступ к больным. Ну, там 6, 7, 8, в зависимости от больницы. А хоспис должен быть открыт 24 часа в сутки. Потому что в любое время друзья, родственники должны иметь доступ к человеку, который находится в хосписе, его поддерживать. Потому что, ну, даже оставаться, если это нужно, на ночь всегда быть. Но это тяжело. Ведь проблема, когда ты ухаживаешь за тяжело больным, там, день, неделю, месяц, у тебя рождаются мысли, что быстрее бы это все кончилось. И ты сам же от этих мыслей себя загоняешь, что как тебе не стыдно, у тебя там мама, папа или, не дай бог, кто-нибудь еще близкий в таком состоянии. А ты непроизвольно желаешь, чтобы это быстрее закончилось. А хоспис поможет, вот, как раз освободить людей от таких мыслей. Это сейчас много говорят, вот, обсуждают, когда я рассказываю о хосписе, мне говорят, нет, как же, мы откажемся от родных. Это не отказываться от родных. Это помочь родным. Помочь им. Потому что надлежащего ухода дома все равно нет. Людям нужно работать. Да, заболел один человек в семье, но другим нужно зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги и, опять же, содержать этого человека. Опять же, за ним ухаживать. А представьте, тяжело больной человек весь день лежит один, который не может встать. А в хосписе он будет окружен заботой. Я считаю, что в хосписе, вне зависимости от веры, если человек хочет пригласить какого-то священника или другой веры, то это все можно сделать. То есть хоспис – это больше такое социальное учреждение, нежели медицинское? Да, это больше социальное. Больше социальное, параллельно с медицинским. То есть оказывается качественный, высококвалифицированный медицинский вход за этим пациентом. И, безусловно, о чем говорил Наталья, конечно, это оказание социально-психологической помощи этим пациентам. А потом, это же, опять же, смотрите, у нас некоторые больные лежат до последнего в больницах. Они занимают место в больницах. Если уже все знают, но, к сожалению, такое бывает, что все знают, что человеку уже не помочь. Не спасти, вернее. Но это не значит, что ему нельзя помочь. Ему можно помочь по-другому. Они лежат в больницах, они занимают места людей, которым можно еще помочь. И вот задача хосписа – взять этих людей, которые… Скажем так, хоспис – это не больница, хоспис – это дом, где умирают. Умирают счастливо, наверное. Но, по крайней мере, это нужно стараться, чтобы человек ушел не озлобленный. Ну, никому, я думаю, не хочется умирать, но… Вот совершенно согласен полностью, если перевести на медицинский язык. То есть пациенты, которые курабельны, которым можно проводить специфическое лечение онкологическое. Что это именно значит? Это химиотерапевтическое, лучевая терапия, хирургическое лечение, иммунокоррекция и так далее. Тогда, да, они должны находиться в специализированном онкологическом стационаре. Те пациенты, которые, к сожалению, либо обращаются на четвертой стадии заболевания, либо заболевание само быстро прогрессирует. И тогда уже нет возможности и нет таких показаний для оказания специализированной онкологической помощи. Тогда такие пациенты нуждаются как раз о том, о чем говорила Наталья. Именно о симптоматической терапии. Она включает в себя, прежде всего, адекватное обезболивание, комфортный уход за пациентом. Это хорошая социальная и психологическая адаптация этого пациента. Вот эти мысли как раз и движут нами, да, для того, чтобы помочь. А представьте дети. В больницах дети. Последние дни в больницах. Это же... А хоспис все равно, это можно сделать там детскую площадку, чтобы дети все равно до последнего дня, они, к сожалению, остаются, вернее, к счастью остаются детьми и хотят играть. И уже и сил нет, а играть все равно хотят. Это очень тяжело. Все, конечно, это так потрясающе звучит. И немножко даже, наверное, удивляет сознание человека, который живет в Саратове. Потому что мы знаем, что, к сожалению, у нас сейчас все не так. А как вот можно этого добиться? Будете ли вы просить помощи у государства? Потому что, изучая историю вопроса, я прочитала, что большинство хосписов, они все-таки имеют государственную основу. И вот насколько... Но при этом финансирования, выделяемое государством, зачастую не хватает. И там очень большая доля финансирования. Потому что порядка 12 тысяч рублей вроде бы нужно в день вот этому одному лежачему больному. Как это вообще будет организовано? Ну, я ищу таким словом спонсора. Но, к сожалению, в Саратове это очень тяжело. Люди бизнеса не хотят идти на это. Я не буду называть фамилию, компанию. Но у меня был разговор с одним, с очень крупным предпринимателем города Саратова. Когда я ему рассказала про все, он сказал, что люди, которые не заработали денег, недостойны жить. Это вот наш саратовский бизнесмен так сказал. Да. Один из самых богатых людей из Саратова. Да, это ужасно. Вот. Поэтому... А про государственную? Да, я готовлю сейчас программу на грант, президентский грант. Вот. Пишу ее. Если мы выиграем, замечательно. Если не выиграем, в любом случае я буду искать деньги. И постараемся открыть. То есть, я так понимаю, что это учреждение будет бесплатно для пациентов? Ну, бесплатно оно, скорее всего, не будет. Для кого-то будет бесплатно, ведь есть всякие. Но это... На пенсию, например, которую получают пациенты, они могут ее отдавать, допустим, как, например, те же пациенты, которые в домах престарелых, да? То есть, та пенсия, которую они получают в государство, они могут ее переводить просто на организацию, на хоспис, но и она будет использована в их нуждах. Как вариант, по крайней мере. Да, как один из вариантов. То есть, не всю пенсию, естественно, а какую-то там часть, какие-то проценты. Если мы найдем хороших спонсоров, которые будут спонсировать этот хоспис, то, естественно, это будет бесплатно. Но, к сожалению, да, там будут работать волонтеры, это обязательно. Но, к сожалению, те врачи и медсестры не могут работать бесплатно. У них тоже есть семьи, им тоже нужно платить зарплату. Разумеется. А насколько это масштабный проект? Сколько коек, условно говоря, будет? И вот выездная служба нужна ли в вашем таком учреждении? Нет, выездную службу мы просто одни не осилим, пока я про это не думаю. Возможно, если вот все у меня получится и с ПЭТом, и с покупкой оборудования, и с открытием хосписа, и если у меня будет такая возможность, то, скорее всего, мы сделаем и выездную. Но сейчас про это я даже не думаю, потому что... Как определенные шаги. Да. У меня вот другая сейчас пока задача. Сколько коек, я не знаю, это все зависит от того, что сколько у нас будет денег, сколько возможностей. Я бы хотела, чтобы это было 60 на область, не на Саратов, а на область. Я думаю, что это недостаточно, но на большее просто. Да, я понимаю. И еще хотела бы спросить, вы говорите, что бывают пациенты, у которых рак выявляется на более ранней степени, и вот люди, которым уже только можно палеотипную помощь оказывать. Насколько у нас в Саратове статистика, так, ну, в целом, по этому вопросу, как часто рак выявляют на ранней степени, как часто люди излечиваются от него? Вы знаете, это во многом зависит еще от самого пациента, да, когда он к нам обращается. Бывает так, что пациент... У нас ежегодно, одна часть того, что ежегодно проводится профосмотр, да, и если выявляется какое-то начальное заболевание, то, безусловно, значит, этот пациент отправляется уже в специализированную больницу, где его дообследуют, ставят диагноз, начинают лечить. Но бывает так, что, несмотря на проведенный профосмотр, пациент приходит в запущенной стадии. Это не обязательно вина специалистов, да, онкологов, кто смотрели в поликлинике, абсолютно нет. Бывает быстро растущая форма рака. То есть, вот смотрели этого пациента, консультировали, выполняли необходимое диагностическое исследование, этого диагноза не было. Спустя буквально месяц или чуть больше, при агрессивном течении, пациент приходит уже с большой опухолью. То есть, и такие варианты, они, так сказать, бывают, и есть, и будут, к сожалению. А с другой стороны, в связи с тем, что вот все-таки настоящее развитие медицины идет прогрессивно, вот выпускается и компьютерный томограф, и ПЭТК, это, о чем мы сегодня уже не раз говорили, да, они, конечно, позволяют все это выявить, диагностировать на более ранних стадиях. И тогда, естественно, успех, повторюсь еще раз, лечения онкологических больных зависит от постановки диагноза. Чем раньше мы поставили диагноз, тем больше шансов на выздоровление. Очень часто все зависит действительно от самих больных, потому что у нас люди не привыкли ходить на профосмотры, не хотят. С одной стороны, не хотят, а с другой стороны, я их понимаю, потому что прийти в поликлинике и стоять в очередях, но все работают. Отпроситься с работы я пойду, там, профилактические осмотры сделаю. Как бы в медицине тоже что-то нужно менять для вот именно профилактических осмотров. Я не знаю, что я, мне трудно об этом говорить, но вот я на своем опыте, как бы, могу сказать. Да, рак очень быстро. Я каждый год проходила профилактический осмотр, и если у меня там в 12-м году ничего не было, то в 13-м год было. И, к сожалению, за год это было уже не первая, не вторая стадия, это было уже всего за год. Поэтому я следила за своим здоровьем, так как, я повторюсь, 15 лет прожив в Италии, там приучают к этому людей. Я привыкла и ходила каждый год, делала осмотр. Вот еще есть одна проблема, что люди, когда слышат диагноз такой, они идут, ну, я не знаю, к бабушкам, к дедушкам, к травникам. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Вернее, это можно делать, но в больницу и туда. Ну, вот если ты уж хочешь, обязательно в больницу и туда. Это страшное дело. Я столкнулась, когда ко мне уже обращаются люди, когда уже все. Говорят, ну, мы же там вот лечились, мы же вот... Ну, вы сходите из... Ну, это большая ошибка, о которой всегда говорят, потому что, естественно, нужно идти к врачам, обращаться за медицинской помощью к специалистам. Уже речь зашла об обезболивании. В новостях часто встречается информация. Насколько я знаю, в нашем регионе пока таких случаев не было. Но, тем не менее, о перебоях с наркотическими обезболивающими. И даже люди готовы идти на последний уже шаг, чтобы избавиться от боли. Как у нас вообще в регионе с этим обстоит дело? Ну, вот смотрите, ко мне ни разу не обращался никто из онкологических больных, а ко мне много обращаются вот с таким вопросом, что нет обезболивания. По-моему, я не могу точно это сказать, потому что я с этим не встречалась, но такого не было ни разу, чтобы больные жаловались. Совершенно верно. Поддерживаю. Дело в том, что проблем с этим нет. То есть сейчас в городе работают несколько онкологических консилиумов, легитимные, которые выдают заключение. Это называется заключение онкологического консилиума, в котором четко прописано адекватно обезболивание. Поэтому с этим консилиум родственники ставят на учет своего, допустим, родственника, который страдает этим заболеванием, и без всяких проблем приезжают и обезболивают полиплиники. В этом сейчас как бы нет. Это чисто действительно оказание определенной узкой услуги. Именно адекватное обезболивание. Наталья Викторовна, может быть, вы что-то хотите сказать, как человек, который прошел это, что-то донести до зрителей, что-то посеять, какую-то добрую мысль в их голове, избавить их от какого-то страха, от такого страшного диагноза? Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить некоторых людей и организаций, кто нам помогает. Это Наталья Лец, ресторан Одесса, хозяйка ресторана Одесса. Она нам очень помогает. Когда дни рождения у больных, она нам предоставляет какие-то сладости. Мы везем и радуем людей в этот день. Я понимаю, что, конечно, трудно обрадовать человека в онкологическом отделении, но все равно это какая-то радость. Алло Такси, мы с ними тоже работаем. Они нам переводят небольшую денежку с каждой поездки своих, скажем так, своих клиентов, пассажиров, как их правильно назвать. И замглавы городской администрации города Саратова Юлии Михайловны Летневской, потому что этот человек очень большой души. Она, я когда пришла, я ее не знала, это не моя знакомая, я когда пришла и рассказала вот все, что у меня есть, она стала очень помогать, очень. И большое ей спасибо. А людям, которые, не дай бог, услышали такой диагноз, не нужно бояться. Нужно идти, лечиться. Родственникам нужно окружить заботой, вниманием и любовью в первую очередь. Любовью. И, пожалуйста, родственники, дорогие, когда вы приходите в болицу, в онкологическое отделение, не надо стоять и плакать над больными. Не надо. Вы еще успеете это сделать, как если, не дай бог, это что-то случится с больным. А так не нужно. Приходите, рассказывайте веселые истории, анекдоты, все, что угодно. Говорите о погоде, только не о болезни. Потому что это очень сильно не дает выздоравливать. Если вы не верите в выздоровление своего родственника, человек, который болеет, ему в тысячу раз тяжелее поверить в выздоровление. И если нужна будет наша помощь, обращайтесь. Еще такая небольшая просьба к людям, к бизнесу. Давайте помогать людям, которые попали в беду. К сожалению, не у всех есть деньги. А люди, заболевшие онкологией, очень сильно нуждаются в деньгах. Да, у нас много что бесплатно предоставляется, но много что и... Если есть такая возможность, а я думаю, мы все будем там, и там, наверное, нам это зачтется. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Я хочу сказать, что в описании этого видео будут реквизиты организации «Жизнь», в которой вы можете пожертвовать деньги и помочь этому благому начинанию. Я хочу поблагодарить наших гостей. Сегодня у нас в студии были Наталья Биюн, учитель Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическим заболеваниям «Жизнь» и также учредитель этой организации, а также врач-хирург-онколог и доктор медицинских наук профессор Владислав Бурсуков. Спасибо и удачи вам. Спасибо, до свидания. Спасибо, всех благ.